Что такое семья? Брак не создан человеком искусственно, а возник на основе наших природных свойств. Подобие брака есть и у животных. Для рождения необходимо соединить две противоположности. Плюс тянется к минусу, электрон к позитрону, атомы соединяются в молекулы, а те образуют различные вещества. В примитивном организме мужская и женская часть существуют в одном теле, соединены между собой и вместе участвуют в продолжении жизни. Уровень высших животных и человека построен на взаимодействии. Мужская и женская части существуют отдельно и соединяются для создания нового организма. В животном мире есть пары, которые живут вместе сезон или даже всю жизнь. А вот у людей уживаться друг с другом что-то получается все хуже и хуже. В Скандинавии 40-45% людей живут одни. В Испании количество браков за последние 30 лет снизилось на 50%, а рождаемость меньше, чем в 18 веке. В Сингапуре рождаемость самая низкая в мире. Здесь семья мешает людям достигнуть успехов в бизнесе, который считается важнейшим делом жизни. В наше время в развитых странах люди не спешат вступать в брак, стремятся к свободе, пожить для себя, а соединить свою жизнь с другим человеком, существовать в одной квартире, рожать, воспитывать детей с утра до вечера, думать о них ради чего? Какое удовольствие даст мне семья? Тем не менее, Каббала говорит, что жизнь в семье можно превратить из занудной каждодневной работы в настоящее приключение. И удовлетворение здесь возникает в результате восполнения друг друга, в котором супруги раскрывают жизнь, текущую между ними, как кровь течет по жилам. Вплоть до того, что каждый начинает жить в другом, словно вселяется в его тело. Наука Каббала говорит, что у природы существует программа и конечная цель. Исходя из этого, по-видимому, не случайно разделение на маленькую семью, супружескую пару и более широкие круги, родственников, знакомых, район, где мы живем, город, страну, народы, континенты. Весь мир разделяется на такие круги, словно расходящиеся волны. И все они распространяются из центра, в которой есть семейная пара. Поэтому если мы правильно построим супружеские отношения, то сможем наладить связи со всеми остальными людьми. Так как же нам правильно построить семейные отношения? Практические действия. Супругам стоит начать с осознания того, что они два эгоиста, стоящие друг против друга и разделенные бесконечной дистанцией. Теперь каждый должен оставить свою первородную точку и начать приближаться к партнеру. Связь между мужчиной и женщиной строится на взаимных уступках. Мы ни в коем случае не исправляем партнера, а принимаем его таким, какой он есть, и пытаемся стать дополнением к нему. То, что важно моей супруге, должно стать важным для меня. И она делает то же самое по отношению ко мне, чтобы у нас возникла какая-то общая территория. В каждом из нас есть выступы и выемки, которыми мы входим друг в друга. Если мы будем взаимодействовать в таком формате, играть в уступки, между нами начнет вырастать взаимная любовь. Это не та любовь, когда мы целовались под звездами, а та, которую мы сами создаем. В результате появляется не он и она, а то общее, что и называется семьей или парой. Ну, а дальше мы станем расширять наши границы и постепенно начнем также относиться ко всему человечеству, которое, по сути, является одной большой семьей. Субтитры создавал DimaTorzok